всем привет ютубу привет вот я тут работаю потихоньку обзорчик забабахаем еще один недавно тут встал вопрос пришла мне реклама по поводу не узких лампочек вот я видео такое сделал вот ну помните вы это видео вот я его останавливаю вот и чё сейчас перейдет народ пишет бери не пожалеешь лампа классно и так далее и тогда подобное ну получается что вот хорошая лампа сейчас еще раз мы освежим посмотрим и так сказать что к чему но не буду тянуть кота за хвост вот она пришла эта лампочка он блочок питания тут все это есть переходники 220 и так далее вот она лампадочка это такая модная актива это у нас как вы уже поняли цад город москва они этим торгуют вот ну и сейчас она так сказать предыстория а потом так сказать уже пойдем ее посмотрим что она и как она вот мы заходим на сайт основное оборудование лампы волшебные лампочки аладина значит смотрим вот она стоит у нас вот стока и образователь 12 вольтовый то есть 14 990 15000 еще грубо 16 120 вот так вот такая вот у нас лампочка получается тут все показано рассказано теперь мы посмотрим что это на самом деле с чем это идет нюссерская лампочка вот так называемый анбоксинг просто будем смотреть лампу сравнивать я никого ни с чем не собираюсь пока почему объясню вот свое время когда я купил уже не не продаем вот эту лампу вот лампочка называется хамелеончик я просто обалдела детализации которая была по сравнению с тем что у меня как говорится лампа я в люминесцем лампе через зерстекло работал это давно было да давно и не правда так вот я шасси и женя режим я ничего не вижу это нормально привыкнешь к ней работать начал делать даже вот здесь тут понаделал всяких тут экранов кучу чтобы допустим снизить детализацию чтобы не так моим глазкам было как говорится более оперативно поэтому поэтому чтобы сделать какие-то вывод это лампа хорошая вот эта лампа хорошая вот там еще лампу продают или вот это хорошая или она плохая это все ребята активный момент одному лампа хорошая другому плохая третьему она вообще как говорится никак он там свой увидел не видит почему да потому что все люди разные и глаза улью разные вот и все это чисто субъективный момент поэтому то порадуемся новому изделию отнесли посмотрим как она чего я думаю что надо отработать как минимум недель вот я возьму просто вот эти лампочки в другое помещение вынесут то их нет и буду работать только в этой а потом уже будет что-то сравнивать или что-то там какие-то выводы делать от часа ты раз отсюда поставил и пять минут пора по ой лампа там обалденная или ой лампа лампа плохая нет так делать нельзя почему потому что этот неправильно надо поработать инструментом понять вот а тогда уже сказать что вот мое мнение о лампе такое или мое мнение о лампе вот такое вот именно мое мнение потому что это все будет субъективно почему потому что у каждого человека я еще повторюсь зрение свое и суждение свое опять же есть люди оптимисты есть пессимисты ну и так далее посмотрели мы лампочку спасибо цату как говорится начинаем смотреть я постараюсь рассказать поподробнее что она чего она как зачем и почему и постепенно как говорится будет у нас небольшой фильм об этой лампочке потому что интересно вот тоже пишут брать не брать ну пока этот вопрос я ответить не могу не имею права продолжаем значит вот она наша лампочка начнем с аксессуаров вот он блочок питания который выход 12 вольт 1000 миллиампер здесь где-то на полтора метра шнура кто сделал не написано каждый в меру своей догадлив может даже не написано что это сделано в китае естественно не написано что это сделано в германии лица только догадываться наверно на марсе или на луне сделано на не суть важно дальше второй аксессуар вот там по метро шнур здесь я померил три метра шнурочек вот здесь такая папа мама но хуже кто с автомобилями связан на инжекторах на наших такие же стояли вот на жигули наших вот дальше значит присоточка вот так а у нас без микронасоса она вот здесь не постеснялись написали что это из германии что у нас дальше значит здесь у нас вот такое членение цанговая здесь внутри сейчас я покажу там там шарик у нас ну и здесь в отличие от вот лампочки да сейчас я покажу вот она моя лампочка днепродентовская вот от нее шнурик идет я тут а вот эти вещи я убрал потому что в принципе я работаю от 220 значит шнур у меня здесь четыре с половиной метра чтоб хватало и сторон вот у меня здесь через каждые полтора метра же у меня вот такие розеточки есть вот и плюнь укладе они вот видите все занятые бывают но в основном вот есть розетки принципе мне пока хватает вот оптимальная считают для меня через половиной метра мне на все хватает так вот смотрим значит вот она присосочка с микронасосом да и вот она присосочка разница конечно личная вот здесь у нас 75 миллиметров вот вот диаметр присоски неудобно рулеточку возьмем смотрим почти 75 да здесь у нас диаметр 120 ну как бы хорошо это или пука вы так что не и такую присосочку можно поставить допустим на каких-то узких местах и просто не хватит места вот это вот в общем-то становится присосочка больших количествах мест то есть вариант как бы этот весь вот у нас что он ищи и вот так крепится здесь что-то подруге она здесь накачивается микронасом вакуум здесь вот такой рычаг посредством которого резиночка выгибается создается разрежение я уверен она будет достаточно хорошо держаться вот повторюсь еще раз значит вот приходник папа мама мы его соединяем включаем ну сейчас поскольку начал уже показывать здесь у нас здесь длина лукла у нас но почти 30 здесь у нас где-то получается 35 то есть здесь а это подлиннее здесь у нас крепление там шерупчиком и прикрым через вот этот образку здесь у нас стоит шарик сейчас я это все дело покажу ну вот так это все выглядит может быть кому-то неудобно было вот здесь на этой лампочки у нас вывод теплый холодный теплый холодный диммер вот крутится у нас вот здесь все это выведено на переднюю панель вот он у нас диммер и вот они у нас раз два три четыре пять шесть светодиодные полоски здесь у нас значит стеклышки съемные вот здесь у нас стекло сделано не съемная дальше вот я немножко усовершенствовал чтоб не царапать маху наклеил не всегда как бы царапать не царапать но клеил там три или четыре слоя поделана скотча малярского здесь вся она обрезинена и от резиночкой вот стекло как мы видим тут ой полстая но где-то тройка имплантирован сейчас это заправлю на место вот принципе лампа вот вот так собрано тут все как вы видите вот пальцами если сдавить она прогинается вот все позы попасть то есть как бы тоже так тут все по весу я вот кстати надо взвесить и будет лампочка дальше значит вот здесь у нас такой есть чек сюда что она вот которая сдавливается это довольно подвижно и она она из пластика ну честно сказать я не знаю конечно ну как-то так как-то боязно ну да ладно вот что касается вот лампочек сейчас тюнинг небольшой сделал я почему застелил здесь эту бумажку чтоб не царь не поцарапать капот потому что можно там какую-то травму сама-то лампа это это у меня это обмененная все это так ну для начала визуально видно вот такая у нас разница как бы как отришь на телевизор этот 4 к 3 а этот 16 на 9 первое время было необычно и как-то дико морды вытянутые то сплющены но смотрим здесь 20 с половиной на этой лампочки у нас нацить то есть эта лампочка шире здесь у нас длина получается вот мы видим 30 нас 35 половиной вот здесь было пять полос сейчас правда их 6 вот холодный и горячий холодный и горячий и еще тут уже дополнительно докупил евгения попросил он не выпал ставил так что у меня 6 полос у меня холодная и горячая холодная горячая здесь пока еще лица мы ничего не видели вот ну тоже 6 полосная лампа посмотрели сравнили мы условно я просто показываю ради интерес длину ширину высоту но как бы можно конечно взвесить но по весу по весу вот эта лампа с локлайном весит по моему столько же сколько это ради интереса сейчас надо взвесить так как же тут посмотреть вот они весы наши господи вот он берем один экземпляр целиком и настраивайся 730 дошукуя грубо 750 грамм весит вот эта лампочка эту я просто-напросто так как и и тут положить так 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 ладно аккуратненько аккуратненько и мордой вниз положим это чуть побольше ну зараза вот это показывает дел 51 то есть эта лампа без присоски весит прилично больше плюс сейчас поставлю я присоску и присоска 618 грамм как-то вот тяжеловатая но не в этом дело вот я скажу даже больше вот если сравнивать их ниже не уж и мини лифтер вот я им честно говоря работаю ряд вот по этой причине он мне кажется немножко нравится 862 грамма он весит если взять обыкновенный вот такой китайский кстати тоже нелегкий то он весит вот мы видим 527 и когда вот этот падать или вот этот падает вот этот прям такой дебелый что он может это поскорзнуться и не обнуться об машину чего-нибудь там нашкодить вот поэтому у меня больше всего висит на почетном месте в каких-то местах конечно вот эти лапы которые вот так работают да не позволяют что выключились а вот эти лапки позволяют там работать удобно но но есть маленькая не так в общем сравнили вес длину ширину и все это я просто как бы не то что сравнивать это собираю вот стекла конечно куда-то слегка вроде как глянцевая здесь я работаю вот матовое стекло мы видим там отражен вот она а здесь она не отражается то есть это стекла что глянцевая вот но какие то чуть как припаленная что ли ну немцев всегда так они наверно нам мстят поигрыш войне и поэтому как делают но суть не в сейчас как говорится пора уже воспламенить и начать работать так еще что она может что она не может вот и потом видно